Суп ботвинья. Тот далекий рецепт еще из начала 20 века, а может и еще раньше. Бабушка говорила, что так готовила ее мама и бабушка. Приличный пучок свекольной ботвы порежем. Приготовим бульон. Кстати, бабушка готовила без бульона, просто на воде. Но я все-таки готовлю на бульоне. Чтобы бульон был светлый, варим примерно 50-60 минут на небольшом огне, чтобы слегка побулькивал в кастрюле. И крышку плотно не закрываю. Так он у вас точно не помутнеет. В конце добавляем соль. Бульон готов. Небольших 2-3 клубня порежем соломкой. Свекольную ботву зальем кипятком и оставим на минут 5. За это время свекольная ботва уменьшится в объеме. В готовый бульон кладем промытое пшено 100 грамм. Добавляем картофель. Провариваем минут 5. Вынимаем мясо. Можно его вернуть в кастрюлю, отделив от костей. Можно просто подать потом к супу. И добавляем ботву. Провариваем до готовности овощей и крупы. И можно снимать с огня. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. Даем поставить минут 10 под закрытой крышкой, чтобы настоялся. Обязательно подаем со сметаной. Пшеная крупа, бабушка ее еще называла цыплячья, дополняет суп и без нее уже совершенно не тот вкус. Знали я рецепт такого супа? Чтобы не потерять мои рецепты и быть всегда со мной на связи, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вам желаю отличного настроения и приятного аппетита!